Друзья, всем привет и вы на канале Ушатайка. Бой Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола уже совсем скоро, 12 октября. А в этом материале вы увидите и услышите человека, который в свое время сделал Бетербиева сильнее. Это мало кто помнит, но в середине нулевых Артур тренировался в Магнитогорске у Михаила Романчука. Вот что тогда говорил будущий чемпион мира в профессионалах в интервью изданию «Магнитогорск спортивный». Приехав сюда, я стал прогрессировать. До этого в Москве прожил три года и в один момент почувствовал, что стою на месте. Уехал оттуда и думал, что брошу занятия боксом. Однако решил найти тренера и в сборной страны мне посоветовали обратиться к Михаилу Романчуку. Наш корреспондент Евгений Нарижный связался с Романчуком и тренер рассказал ему много любопытных вещей. Про спаррин Депетербиева с Сергеем Ковалевым и Романом Романчуком. Первый бой с Александром Усиком, скандальный поединок с Евгением Макаренко, победу на чемпионате Европы с Атитом и про много чего еще. Если не подписаны на ушатайку, не забудьте подписаться и приятного просмотра. Вы тренировали Артура Бетербиева в Магнитогорске. Получается, он когда к вам присоединился, ему был 21 год, это был 2005 год. Как получилось, что он именно к вам попал? Ну, были сборы у нас к чемпионату мира в 2005 году во Владивостоке. К чемпионату мира проходил в Китае. И во время тренировок ко мне подошел врач сборной России и предложил к ним во время сбора поработать. Ну, как бы вот мы там на сборе начали с ним вместе работать. Потом появилось предложение Артуру приехать в конце года в Магнитогорск. И как бы продолжить тренировки в Магнитогорске и выступать за регионально, за Магнитогорск и Чечню. Ну, откуда он родом. И как бы он согласился и переехал. Приехал в конце 2005 года в Магнитогорск. И мы начали уже с ним работать, готовиться. Мы в 2006 году во время подготовки к чемпионату России вместе готовились с 2006 года в Ханты-Мансийске. Он там стал вторым, второе место занял. А в 2007 году он уже выиграл чемпионат России и стал чемпионатом России в 2007 году. Друзья, в этой небольшой паузе хотим рассказать об акции партнера нашего канала. Сегодня для всех новых клиентов доступна беспроигрышная ставка до 3000 рублей. Для участия зарегистрируйся с промокодом SAVE3 и сделай ставку до 3000 рублей. Если ставка не сыграет, наш партнер вернет всю сумму на внутриигровой счет. Переходите по ссылке в закрепленном комментарии, ставьте на своего фаворита и не забывайте про промокод SAVE3. Всем удачи! Вот Артур говорил, что приехав к вам, он начал прогрессировать. А можете сказать, чем конкретно вы ему помогли на том этапе карьеры? Что он как бы в Москве, может быть, не так развивался, а с вами начал развиваться? Ну, он такой же, как бы, у него, его мотивировать не надо было, у него сильная очень была мотивация. Его не надо никогда было на тренировке настраивать, он всегда приходил настроенный, всегда с настроением. Он выполнял очень большие объемы работы, очень большие. Он вот за вот этот, в принципе, для бокса это короткий период времени, он такую проделал, очень большую работу. Ну, я его, что ему помог, в первом, мы немножко с ним начали анализировать бои, смотреть. И он начал свою работу в ринге немного, как бы, аналитично к ней подходить, думать о том, что он делает, для чего он делает. Начали с ним немножко экспериментировать различные комбинации, различные вариации поведения его в ринге. Ну, и выбирали лучшие, и вот, как бы, он немножко перестал драться, начал более, как бы, продуманно подходить к системе подготовки. Где-то были у нас спорные вопросы, ну, он очень коммуникабельный, и мы с ним эти спорные вопросы, спорные углы с ним всегда обходили, решали. Он в 2006 году, да, и поехал на чемпионат Европы, выиграл вот чемпионат Европы, тоже, как бы, одно из его достижений. И хорошо там все бои провел, и вот в 2007 он выиграл чемпионат России, уже ему там, на чемпионате России, у него немножко был такой тяжелый бой с Ковалевым, но надо понимать, что в 2007 году, когда он ехал на чемпионат, он очень-очень сильно болел перед чемпионатом. У него был отец правого уха, и был большой-большой знак вопроса вообще участия в чемпионате. То есть он прям с таким недугом вышел в ринг? Да, и это, в принципе, большая-большая заслуга, ну, доктора команды, которая в тот период работала с командой. И она, в принципе, там надо было и уколы колоть через каждые 4 часа, даже ночью. Она буквально и ночью поднималась, чтобы его колоть уколами. Ну, это, тот чемпионат, он, наверное, скорее всего, больше на том, что вот у него желание было огромное. И вот доктор очень сильно руку приложил, чтобы, как бы, он, как бы, выиграл этот чемпионат. Я правильно понимаю, что доктор – это ваша супруга, да, Елена Михайлова? Да, она вот, да, моя супруга. Ну, тогда она еще не была моей супругой, сейчас она моя супруга, да. Ага, то есть она тоже плотно с Артуром взаимодействовала, да? Да, она тогда вот их двоих, Давида Аропетяна и Артура Бетербеева, она их вела. Да, и спортивная фармакология, и вот в разделе просто ихнего здоровья, массаж. Ну, она все время с нами была на соревнованиях, достаточно сказать, что утром они, когда после зарядки заходили в гостиницу, там их ждал всегда горячий куриный бульон, брусброды с красной икрой. Артур привозил черную икру. Как бы они хороший завтрак делали, потому что уже с 12 начиналась программа. Им надо было чем-то, как бы, энергетически восполнить свою потерю. Ну, она им очень плотно занималась, вот 2006-2007 год. Ну, они вот и показали результаты. Единственное, что они результат на Олимпиаде не показали, но я тот период уже с ними не работал. Если возвращаться к тому, о чем мы до этого говорили, вы с Артуром начали, когда он переехал, начали больше над тактикой работать, правильно я понимаю? Да, вот эти технико-тактические заготовки. Потом я в команду пригласил трех боксеров. Ну, Колю Юрова с Липецка, Петра Краснопеева. Ну, они примерно в весовых категориях были. Артура, Петю Краснопеева с Челябинска. Потом Магнитогорский был тяжеловес Леша Зубов. И вот, как бы, я так создал такой тренировочный процесс, что понятно, что они помогали и работали на Артура, но и Артур с ними сотрудничали, и они на нем росли. Ну, такая хорошая рабочая атмосфера в зале была. Они менялись как спарринг-партнеры для него. Я понимал, что каждый из них один противостоять Артуру не могли. Но я их менял, как бы, через каждый раунд. Или, как бы, видя, что ему же тяжело. А Артура в своей работе в этой не менял. И он, как бы, оставался в ринге. И вот эти ребята и сами выросли, как спортсмены, тренируясь рядом с Артуром. И как бы они помогли Артуру в подготовке, в его становлении. Так получается. Вот я читал интервью Артура того времени, еще когда он в Магнитогорске находился. Он тогда говорил, что сильно скучает по родине, по семье. Вы чувствовали это? Замечали? Конечно, у него было, по-моему, я не помню точно, точности не помню. Но у него было, по-моему, два или три перелета оплачиваемых с Магнитогорска домой. Ну, конечно, ему было... Если это не мешало тренировочному процессу, то он пользовался тем, что ехал домой к маме. А так, у него всегда на первом месте стояло, ну, что-то создать, что-то сделать. То есть, три перелета в год, да, ему выделялось? Да, там квота была какая-то, два-три перелета в год. Я не помню уже точно. Но, по-моему, было что-то такое. Ну, он так пользовался этим, но только в зависимости от того, что это не мешало тренировочному процессу, можно сказать так. Вот Артура в самом начале его боксерского пути тренировал уже его старший брат Абакар. А вот как можете оценить, насколько вот его вклад в карьеру Артура велик и в становление Артура? Вклад, наверное, как брата, как единомышленника, то, что они как бы одной крови, и все-таки Артур всегда прислушивался к тому, что говорил брат. А так как в тренировочном процессе он боксом сам не занимался, у него не было боксерского такого углубленного образования. У его брата, я имею в виду. Но он никогда не мешал тренировочному процессу, он всегда способствовал, был рядом. Если какие-то были шероховатости, он старался их стирать. А он тоже в Магнитогорске жил? В Магнитогорск он приезжал периодически, но во время тренировочного процесса он в тренировочном процессе не участвовал. Когда мы выезжали в сборную команду России, он приезжал. Почему? Потому что там он мне в сборной России нужен был. Потому что если были какие-то нестыковки с руководством сборной команды, то Абакар ходил их и решал эти вопросы. Многие удивляются, откуда у Бетербиева такой стиль, то есть не советский. То есть он же все равно больше на кого тер. Вот вы как можете объяснить, почему именно так? Он же по любителям очень долго выступал. Ну, у Артура манера она такая, как бы, он, не про него сказать, что яркого режима наукового утера, нет. Он, скорее, такого плана активно подавливать и выборочно наносить удары. То есть у него же в любительных не все бои нокаутами заканчивались. Это в профессионалах у него немножко другая работа. Ну, потому что и профессиональный бокс, другой вид спорта, он отличается во многом от любительского. Ну, можно сказать, что вот как есть настольный теннис и большой теннис. Это вроде как бы их слово теннис объединяет, но это два разных вида спорта. Так и любительский бокс и профессиональный бокс. Это, ну, мое мнение, я на нем не настаиваю. Это мое мнение, что это два разных вида спорта. Потому что, поработав и с любителями, и поработав с профессиональными боксерами, я два года работал в Канаде. Я понял, что это, ну, буквально два разных вида спорта. И два разных отношения, и два разных вида подготовки. Все разное. И вот как-то так получилось, что при огромной работоспособности Артура, при огромной работоспособности, и он легко в принципе из любительского бокса перешел в профессиональный бокс. А поскольку в профессиональном боксе немножко другая техника, более ударная, и перчатки совсем другие, то у Артура многие его бои заканчиваются заявным преимуществом. Не у всех получается вот этот процесс перестройки из любительского бокса в профессиональный. А Артур как-то так вот, ну, легко, можно сказать, перешел. Легко, ну, как бы. Вот очень многие рассказывали, что Артур в сборной ронял даже тяжей. Что интересно, помните ли вы его спарринги с Романом Романчуком? Нет, в мою бытность, когда мы работали в сборной команде, у нас достаточно было спарринг-партнеров в его весе, в 81, там, ребят 75 килограмм, ну, в парах отработки хватало. С Романом Романчуком они стояли, ну, так, как бы, Артур-то не до весок же был. Для этого веса он боксировал, при мне он боксировал 81, это после меня он ушел в первый тяжелый вес. И, как бы, он, ну, так, как бы, они на уважении друг к другу боксировали больше. И я Артуру давал, ну, не то, что указание, подсказывал, чтобы обращал внимание больше на защиту. Не надо было с Ромой романтиком там стараться драться или там перебивать его. Так, чуть-чуть на чувство шлифовалась защита. С Читкиевым они стояли в парах, с Читкиевым, да. Ну, и где-то в каких-то даже моментах это, я считаю, ну, как бы, я, опять же, это мое мнение, как к Ленину, где-то даже было Читкиеву, даже где-то тяжеловато с Артуром стоять в парах. А я правильно понимаю, что вот спарринг Артура с Дмитрием Биволом вы не застали уже? Что это, кажется, восьмой год был или девятый? Нет, это я уже работал в этом, как бы, или в Китае, я уже тогда в тот период работал, или в Казахстане где-то я уже не работал со сборной командой. В сборной команде не присутствовал, как личный тренер Артура и Арапетян Давида. Понял. Ну, я их не личный тренер, у Давида Арапетяна свой личный тренер был. Я, как бы, ну, с Артуром, да, я многое работал. А Давиду Арапетяну я не личный тренер, у него был прекрасный свой тренер Валера Лентальцев, покойный царство небесное. Ну, я с Давидом у нас сейчас хорошие близкие отношения. Мы часто общаемся. Я больше консультировал Давида и, как бы, подсказывал. Ну, как бы, Давид это тоже, как и Артур, ну, как бы, воспринимали, впитывали. Где-то им даже это, может быть, помогало. Тоже не секрет, что у Артура дисциплина, можно сказать, железная. Был ли хоть раз, чтобы он опаздывал на тренировку или пропускал? Нет, так не было. Нет, у него, вот, мне, что в нем всегда импонировало, он, у него было треть составляющих для достижения результата. Он ел, спал, тренировался. Потом он никогда не отвлекался на телевизионные программы. Редко когда это они с Давидом Арапетяном ходили в кино, но в кинотеатр. А так вот телевизионные программы и вот эти шоу всякие, это всякую, эту билиберду, которую по телевизору показал, то он ее никогда не смотрел. Он смотрел только то, что ему нужно было для его боевой практики. Вот то, что выборочно мы там подбирали, какие-то стили боев посмотреть. По манере, похожей на него или на его предстоящих соперников, манеру боя рассматривали. Ну, у меня было так, что они во время завтрака, во время приема пищи у нас бокс шел по телевизору. Во время обеда бокс по телевизору шел. Во время ужина бокс по телевизору шел. Что-то смотрели, что-то обсуждали во время приема пищи. И он не на что так не отвлекался. Ну, и вот еще он там как бы, то, что он это, очень религиозный человек. Религия как бы у него тоже стоит на одном из первых мест. И поэтому у него с дисциплиной было все как бы очень-очень четко. Вот насчет, кстати, религиозного аспекта. Артур вспоминал, что после того, как его выбрали первым номером на чемпионат Европы вместо Макаринга, вы ему сказали, все-таки есть твой лах. А вы тогда считали, что Макаринга должен был поехать? Что там доля везения была? Нет, нет, нет. Там буквально, ну, на тот период, на тот период Артур уже был, в смысле, один из лидеров сборной команды России. И я как тренер, как я мог считать, что это место, это должен поехать Макаринга. Я все делал и физически, и психологически, то, чтобы Артур, ясно дело, поехал на Европу, и на Европе ему способствовал, всячески помогал, чтобы он стал чемпионом Европы. Ну, это его такой был первый шаг в боксе большой, в взрослом боксе. Я имею в виду не Виньевска, нет, он же наоборот, он сначала выиграл Европу, а потом только на следующий год выиграл Россию. В финале чемпионата России 2007 года, там, я говорю, был такой один тяжелый бой, это был бой с Ковалевым, тяжелый бой. А так, он Макаренко даже в финале, финальный бой с Макаренко, он очень легко его прошел, Макаренко. Там уже не было ни у кого сомнений. В 2006 году его дискалифицировали на чемпионате России, Артуре. Ну, такая спорная дискалификация, но это не мне ее обсуждать, это три негатива судей, но они его дискалифицировали, Артуре за удар ниже пояса. Да, 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 там, по-моему, три раза, да, было? Ну, там же, был момент. А? По-моему, три раза он попал, да, ниже пояса в том бою? Ну, там, как я же говорю, там немножко спорный такой бой, ну, его нас задергали немножко перед боем с Макаренко, потому что до этого тоже такой спорный бой был у Макаренко. Я не обсуждаю, я же говорю, это мое мнение, спорный бой был у Макаренко с боксером Мишей, это Галла, Галла Миша, такой тоже хороший боксер. Ну, такой спорный бой, там, вроде, по бою Галла наносит удары, а ауткласс, там тогда был ауткласс, 20 разницы между, ну, понимаете, да, ауткласс, боксер больше ударов нанес, и ауткласса победа была присуждена Макаренко. Ну, как-то так, мне уже вот это тогда в полуфинале не понравилось, и, ясно дело, мы в финальном бою с Артуром выбирали одну такую, как бы, как выстроить бой в первом, во втором, в третьем раунде, да. Ну, как бы, мы с ним разрабатывали, как бы, так сказать, тактику этого боя в финале с Макаренко, а перед выходом в ринг, вот мы прямо выходим, и нам подходят и говорят, если вы в течение двух раундов, ну, вот первого и второй половины раунда не выиграет, ну, как бы, не пойдет у вас, не ударит, то у вас это, вы проиграете тоже аутклассом. И как вот, как Галла проиграл. Ну, и, ясно дело, по ходу, мы уже, выходя к рингу, уже начали опять тактику боя менять, потому что нам вместо трех раундов отвели, ну, как бы, руководители, которые подошли и шепнули нам это, нам уже судейский корпус там определил уже полтора раунда работы. Поэтому, как бы, немножко тоже начали дергаться, и, может быть, я в углу там себя неправильно повел, там сейчас тяжело судить об этом, кто там. Ну, Артура, как-то я ему говорил, Артур, не бей по животу, не надо бить по животу, сейчас дисквалифицируют. Ну, и он тоже весь был на взводе, видно, где-то, может быть, я виноват больше, наверное, потому что он меня не услышал. И вот, судья в ринге нас дисквалифицировал. Вот тот самый спарринг перед Пловдивом, это было в Чехове с Макаренко, там то ли рассечение, то ли перелом был, вы помните, что как-то все было? Ну, буквально, там где-то прошло, может быть, какое-то там маленькое количество времени, только спарринг начался, и Макаренко сдвинулся в левую сторону, начал смещаться. И Артур в разрез пробил, и как раз, я помню, вот это правый брус, Макаренко, 6 сантиметров разрыв получился, потому что, ну, у Артура такой, такой хлесткий удар, жесткий, и он как-то вскользь пробил по движению, и растет 6 сантиметров. И Женя Макаренко тоже хороший, опытный, боксер, все прекрасно, но тут как бы это, наверное, так, наверху было где-то распределено, ну, в смысле Всевышнем, что должен был поехать Артур, и он поехал на Европу. А Макаренко, ну, не смог физически принять участие в левую, потому что, ну, такое рассечение, оно долго заживает. А говоря вот вообще о поединках, где вы у Артура были в углу, какой, может быть, вам больше всего запомнился? Можно, например, тот же Силахом, когда Артур нокаут оформил, или какой-то другой? Ну, мне бои его запомнились, он очень четко отработал тогда чемпионат Европы, ну, буквально все слышал, он очень дисциплинирован в этом боксер, он слушает тренера, слышит. Ну, это годами же нарабатывается как-то, а так у нас получилось, что я на тренировках очень много кричил, чтобы третий спортсмен меня слышал. И, как бы, ну, и во время боя боксер меня слушает, корректирует свои, мне же сбоку лучше видно, как, в какую сторону и как и куда бить. Ну, и Артур в этом плане у него так четко получался, ну, у нас как-то так, с ним этот, получился такой хороший тандем в этом плане. Он на Европе очень четко так, грамотно все бои прошел, хотя у него там соперники тоже были такие серьезные. И в силах он тогда с двумя нокдаунами выиграл, и, ну, у него соперники были серьезные, и он так прошел их. Даже Европу лучше прошел, чем чемпионат России. Ну, это всегда чемпионат России веселый, потому что состав участников такой, ну, во всех весах, это тогда такие были боксеры, как Михонцев, Ковалев, Женя Макаленко. Ну, Женя, он тогда же лидер и двукратный чемпион мира. Ну, и вообще, как бы, такой опытный, неудобный Женя, как боксер. Вот, и тогда, такая, хороший был, хороший вес был, 81 килограмм, но, ну, вот, Артур, получается, что он был там лучше всех, получается. Ну, для меня он был лучше всех, потому что я его тренировал. А вот еще насчет Магнитогорска. Артур говорил тоже вот в тех интервью старых, что уральские морозы были такими жесткими, что он их никогда не забудет. Вы чувствовали, как ему вот непривычно в такой среде находиться? Ну, да, мы когда в Ханты-Мансийске боксировали, там зима была глубокая, там было очень-очень холодно в Ханты-Мансийске. Тяжелое было, мы там, я не помню уже, мы как-то жили даже, по-моему, в Ханты-Мансийске, нас разместили не в гостинице, а в каком-то доме, который построили. Вот построили перед чемпионатом, там что-то не окон, окна были, двери были, отопление было, ванна была, но даже торок не было, кухни не было. Вот в таких нас квартирах разместили во время Ханты-Мансийского чемпионата. Мы не в гостинице даже жили. Как бы это, а уже в Якутии, да, условия были покомфортнее, покомфортнее, но там тоже как бы для нас, я сам человек южный, я родился и вырос в Узбекистане, конечно, там вот эти морозы по 30, по 40 градусов, там некомфортно, некомфортно, да. И вот как бы, ну и в Магнитогорске, когда вот это, мы работали, и нам тоже было там, ну в залах было тепло, где мы работали, а так на улице, конечно, там не погуляешь. Поэтому, конечно, ему тоже человек южный, ему было там тоже, наверное, некомфортно, как ядовиду Аропетяну, и в своем там было грустновато. Вот если вспоминать первый бой Артура с Усиком, 2007 год в Калининграде, вы же тогда ездили с Артуром, правильно понимаю? Да, это был последний бой в Калининграде, который я секундировал Артура, больше я его после этого боя не секундировал. А, даже так? Это был последний бой, когда я секундировал Артура, да, он с Усиком был, боксировал. Ну такой бой, как бы это, встретились такие два, ну при серьезных соперника, ну а Артур где-то, где-то был получше, где-то был поточнее, где-то был побыстрее. Да, это был последний бой, когда я Артура секундировал, точно. В 2017 году, получается, вы и ваша супруга в Монреаль ездили по приглашению Анны Ревы, да, менеджера? Тогда уже вы с Артуром не пересекались, да? Почему? Пересекали зал, мы, понимаете, не в его рабочем зале, где он в парах стоял, а вот этот Монреальский зал, где проходили Олимпийские игры, по-моему, они 76-го года Олимпийские игры там проходили, вот этот зал. Мы там встречались, он, Артур, туда часто приходил, там, у него тренер по УФП, там тренировки проводил с утра, и они там с тренером по УФП, потом вот там было, был, по-моему, Тизоловик. И сейчас в этой команде, вот, даже фамилию сейчас уже не вспомню, но, такие, они русскоговорящие, и, как бы, мы всегда там здоровались, встречались, тепло, отношения поддерживали, как бы, нормальные такие у нас отношения, рабочие. А, кстати, вот если вспоминать того молодого Артура, он так же железом любил работать, как вот сейчас он постоянно жмёт, там, от груди и так далее? Ну, как бы, мне кажется, на то время у него, как бы, было огромное желание, было, ну, и сейчас у него такое желание-то во всём присутствует, у него желание. Он у него был, он очень, да, любил работать с железом, со штангой, и он был одним из сильных штанов в команде. У него были именно мышцы не накачанные, не надутые, а именно рабочие по силе. И он у него, по-моему, по коэффициенту удар был самый сильный, я не знаю, сильнее ли был у него точно, но в своей весовой категории-то точно 81-м у него был самый сильный удар. А, я не знаю, он там, Ислан Тимурзеев, у него был сильнее удар или менее сильный? Ну, вот они с Артуром, когда их брали за меры на силу удара, вот они и, ну, Ислан Тимурзеев, покойный Царств Небесный, у него был за 100 килограмм, а Артур 80 килограмм. Ну, у них по силе удара они где-то, по-моему, равны были, или даже, мне кажется, у Артура даже по силе был пожестче удар, чем у Ислана. Когда замеры на специальных требований в городе брали, а так и по силе жимовой, он, по-моему, был одним из самых сильных в команде, потому что даже у него результаты его были выше, чем у тяжеловесов. Упомянули Ислама Тимурзеева, я так понимаю, что они вот в те времена в Магнитогорске, они прям были как друзья, всегда вместе ходили, вот вы что об их дуэте помните? Да, мы всегда были как одна команда, мы ели, спали, тренировались, и в одном всегда вместе находились тренировочные. Как бы, очень часто они, ну, как бы, и религия их объединяла, они ходили вот в пятницу, и я всегда так тренировки выстраивал, чтобы они успевали сходить в эту мечеть. А спарринги у них? Я это тоже учитывал, что им надо сходить будет в это, в мечеть, как бы, при построении тренировок, при написании плана я это учитывал. Старался, по крайней мере, ну, если там уже, когда уже какие-то конкретные сильные соревнования там не получалось, так я старался, как бы, понимая то, что это и необходимо, это надо, я, как бы, выстраивал так, чтобы это тоже, присутствовало. Спарринги у них ожесточенные были, или такие больше на уважении, так скажем? Они между собой не спарринговались никогда, просто так, если, может быть, в парах стояли где-то на чувство, на обыгрывание, а так они никогда не спарринговались там. А вот если вспоминать спарринги Артура с Сергеем Ковалевым, вы их наверняка видели? С Сергеем Ковалевым? Да, ну, сборная, я имею в виду. Конечно. Ну, Сергей, он такой тоже коммуникабельный парень, отзывчивый, открытый. Он нормально у них, и у нас отношения, как бы, тоже такие нормальные. Как бы, что нам там делить? Ну, там, делить нечего, нормальные отношения. У них, когда они были в сборной, у них тоже, ну, по крайней мере, когда я там был, присутствовал, у них никогда не было таких, там, никаких конфликтных ситуаций, Сергей. Не было, при мне не было никогда. А спарринги, вот, моете ли вы в их спарринге что-то вспомните такое яркое, какие-то яркие моменты припоминаются? Ну, так, как бы, мне... Я один из ярких моментов, там, мы с Мишей Галой стояли в отработке, ну, и мы там... Я Артура попросил, дал задание на раунд, и он его прекрасно выполнил, просто суперотки выполнил. Ну, и, как бы, понял, что с Мишей Галой не обязательно ему драться. Можно Мишу Галу и пообыгрывать, пообманывать. И тогда он понял, что есть еще и другая манера боя. Не обязательно драться и силовыми методами решать, а можно и на обыгрывании попробовать выполнить задачу поставленную. Ну, Артур, он всегда такой был коммуникабельный в этом плане. Он старался выполнить те задачи, которые перед ним ставили. Вот вы упоминали уже о вашей супруге нынешней и о том, что она лечила Артура. Насколько Артур, в принципе, был травматичен в то время? Ну, травмы всегда присутствуют, когда боксеры такого уровня. У него, по-моему, и сейчас плечо все время побаливает. Правое. Ну, как бы, старались с помощью массажа, электрофореза. Я помню, даже супруга с собой целую аптечку возила специально для Артура. Там был электрофорез, там электроприборами какими-то она все время стимулировала это плечо, чтобы, ну, травмы... Ну, вот у него, вот, единственная там травма была, по-моему, плеча. А так он, как бы, как скала. От него только удары отлетают. Вот сейчас сказали, что бой его с Усиком в Калининграде был для вас последним в углу его. А я думал, что вы перед Олимпиадой расстались. Нет? Не так? То есть именно уже в пути разошлись? Нет, это вот в Калининграде, это седьмой год, это перед Чемпионатом мира в Чикаго мы расстались. А есть какая-то причина, вот, почему пути разошлись? Ну, эта причина не связана в наших отношениях с Артуру, нет. Нет, это причина такая извне, и, как бы, это... То есть... Ну, большая причина, наверное, была во мне, что мы расстались, не это. Вас вы имеете в виду, что вы приняли предложение, вот, от Китая, да, по-моему? Нет, 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 я еще в 2008 год работал в России, но просто я уже не ездил в сборную команду России на тренировки. Ага. Это было... Из-за чего вы не ездили? Ну, у нас там немножко, как бы, такая конфликтная ситуация, рабочая ситуация получилась. У меня как раз тогда, в 2008 году распалась первая семья моя, и, как бы, мне было сложно, тяжело, и... Я в 2007 году, то это уже все началось, семейные дрязки, вот эти все... Ну, и на фоне этого, я, как многие, начал решать конфликт, эту ситуацию путем, ну, по-русски говоря, начал чрезмерно выпивать. Скоро у Артура, вот уже через пять дней бой с Дмитрием Биволом, я понимаю, за кого вы болеть будете, предполагаю, а в целом, как? Я буду болеть только за Артура, и я буду всячески Бога просить, чтобы, как бы, ну, мне вообще, как бы, и Бивол мне тоже нравится, и как человек, и как боксер, и манера. Очень сложный будет у них бой, ну, как бы, там, все будет, мне кажется, решать его величество случаев и королевы удачи. И я буду молить Бога, чтобы его величество случаев и королевы удачи были на стороне Артура. А вы, кстати, созваниваетесь с ним, связь поддерживаете сейчас? Нет, мы сейчас с ним как-то не на связи, так, через Давида Арапетяна перекидываемся приветами, Давидка Арапетян с ним, он, это, на связи, а мы как-то так получилось, и я часто менял телефон, и, как бы, это, потерялась связь с ним, в общем, так можно сказать. Сейчас такой связи нету, как-то, не перезваниваемся. Ну, через вас я пожелаю ему победы, чтобы у него, дай бог, все сложилось, получилось. Будем болеть за него, будем болеть. Я помню, на чемпионате мира в Чикаго боксировал в финале, а меня не было на финальном бое, и я не поехал уже в Чикаго. Я уже тогда был вне сборной команды России, работал только в Магнитогорске. И я помню этот финальный бой, я тоже вместе с Артуром прыгал по квартире и делал бой с Пенева. Такой сложный бой, Артур его выиграл, ему, к сожалению, там, ну, это опять, это у нас, это болевая точка, вот это судейство. Там судьи решили исход боя в другую сторону, а, конечно, безоговорочно, там победа была Артура. Ну, и ее у него отобрали наглым способом, нагло. И присудили победу узбекскому. А, кстати, вот в то время же главным тренером сборной был Александр Лебзяк. Вы с ним какую-то коммуникацию поддерживали в плане того, что об Артуре там, то есть, какие-то обсуждения были у вас? Александр Борисович Лебзяков? Да, да, да. Ну, как бы, как... Ну, главный тренер, главный тренер страны, как бы... То есть, не было такого, что он советовался, например, с вами о чем-то... Я могу о нем рассказать, как о боксере. Он великий боксер, величайший, может, боксер. Он как боксер, да, а... Как главный тренер, да, он может быть там... Я не знаю... Ну, как бы, как главного тренера, я его... Не то, что, как бы, ну... Может, он все и правильно делал, а может, и неправильно. Тут есть таким... К нему... Но и не от меня... От меня к нему, не дай бог, у меня нет никаких вопросов. Я все правильно... Может, он и правильно сделал по отношению ко мне. Может, так и надо было. А сейчас вы в России находитесь? Да, я в России нахожусь тут, как бы... Сейчас нахожусь тут... Частное предложение... Поработать и помочь в организационных моментах, как бы... Я это предложение принял и сейчас здесь нахожусь в России, да. Понял, понял. Михаил Михайлович, напоследок, вы можете, вот, дать свое, как бы, свое видение, как этот бой вообще будет проходить Артура и Димы? Ну, я думаю, такой будет очень сложный бой, потому что встретились, как бы... Как сказать... Мне очень тоже... Бибол очень, очень, как боксер, очень нравится. Очень. Манера это... Ну, я думаю... Преимущество боксера Бибола, это его ноги, его длина рук, маневренность его, тоже мотивация. Он тоже мотивирован, настроен на победу. Ну, Артуру это вот опыт, огромный опыт. И, как бы, то, что Артур, наверное, будет все время идти на сближение, и в средний ближайший дистанции, там, вот, войти туда и что-то там сделать. Вот, Артуру будет, конечно, нелегко пройти вот этот заслон ударов, вот этот... Преодолеть эту дистанцию, этот маневр, который наверняка Бибола будет использовать. И вот это преимущество Бибола в том, что у него немножко руки-то длиннее. Он это очень-очень хорошо и эффективно использует, эту длину своих рук. Когда такие два боксера встречаются, такого высокого уровня, они практически очень... Там что-то предсказать, и как это... Я думаю, Артуру надо будет... Но у него очень грамотная команда, очень грамотная команда, тренера очень хорошие. Ну и сам Артур, ну, кое-что знает. Ему надо будет, конечно, стараться ограничить Бибола в передвижении, в маневре. Его где-то всегда претинговать, поджимать. Ну и не стараться, наверное, с первых раундов попасть в голову, а надо все животик и животик отбивать, чтобы в последующих раундах было тяжелее, легче было бы ему было, если бы Бибол немножко на ногах перестанет маневрировать. Артуру было бы полегче, наверное. Но это мое, опять же, мнение. Я не знаю, там у них и у Бибола очень сильная команда тренеров, и у Артура сильная команда тренеров. Я думаю, там и те, и другие какую-то стратегию боя выработают буквально по раундам, по секундам, по минутам. Там все, где, когда, что делать. А там по ходу боя, наверное, какие-то корректировки все равно будут, потому что, ну, два таких боксера, два такого, два боксера такого класса встречаются. Конечно, этот бой будет супер, интересный. Но мы будем болеть за Артура. Пусть Бибол не обижается, он тоже шикарный, классный боксер, но душой все равно за Артура переживает. Михаил Михайлович, спасибо вам большое, что время уделили, нашли время. Очень приятно было с вами пообщаться. Думаю, зрителям тоже будет очень интересно вас послушать. Вам спасибо. Спасибо.